МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Кемпензиайский уголь теперь доставляется в Алекму и Ленск". Восстановлению не подлежит. Недостроенные здания аэропорта в Чульмане снесут. Калмыковские чтения 2018 в Алдане прошли мероприятие памяти Валерия Калмыкова. Добрый день. В эфире новости. В студии Василий Раченко. Недостроенный автовокзал, столовую и гостиницу в Чульмане планируют пустить под снос. Здания забросили еще в начале 90-х годов. Сегодня они признаны аварийными. На фасаде появились крупные трещины. На этажах разбросан мусор и кирпичи. Разломаны стены. На данный момент аэропорт Нерюнгре находится в небольшом здании. Изначально там планировали разместить грузовой терминал. По словам руководства, если они одновременно принимают три рейса, то внутри для пассажиров просто нет места. Приходится стоять на улице. Заключен контракт между собственником этого здания, комитетом земельных и мучных отношений, районной администрации и подрядчиком на снос этого здания аварийного. Срок исполнения конец этого года. Потрачены значения финансовые средства. Строили. Сейчас будем ломать. Обидно? Обидно, конечно, обидно. Всем обидно. Ранее стало известно, что Нерюнгринский аэропорт ждет модернизации. Будет это реконструкция действующего аэровокзала или строительство нового здания неизвестно. Однако интерес к проекту уже проявляет компания «Колмар» – резидент территории опережающего развития Южной Якутии. Бурый уголь с Кимпиндяйского разреза доставляется теперь и в Алекму, и в Ленск. О буднях поставщиков и потребителей, о дороге жизни Сунтара-Лёкма в совместном материале наших коллег. Месторождение бурого угля в Кимпиндяйском разрезе было открыто в конце 80-х годов прошлого столетия. Его эксплуатацией по сей день успешно занимается предприятие «Сунтар-Целит». Как разведить не здесь, произведена вскрыша, идет разработка нового утязка угольного разреза. С раннего утра кипит работа. Уголь перевозят не только в населенные пункты Улуса, но и далеко за его пределами. Годовой объем в добычу составляет свыше 30 тысяч тонн. Эта цифра, конечно, ежегодно имеет тенденцию к повышению. Но это обусловлено, во-первых, сокращением доли привозного котельного топлива. Хоть жидкого, твердого. Ну и, конечно, важную роль играет потребность наших ближайших соседних районов, как Ленск, Алёквинский район. Опытный водитель предприятия «Айэнсол» Альберт Илин второй год осваивает эту трассу. «Айэнсол» Альберт Илин второй год осваивает эту трассу. Олегминского Улуса. Пожелаем нашим водителям счастливого пути. Ну, о состоянии дороги, о мнениях потребителей. Далее моя коллега Елена Фаст из Олегминска. Одну из машин, выехавших из Сунтар с углем, мы встретили у автотранспортного предприятия города Олегминска. Шесть машин, следовавших этим маршрутом, разгружаются в зависимости от заказа. Координатор находится в районе. О состоянии дороги водитель пожимает плечами. Бывает и лучше. Замечают, что заявленный объем, а это 9 тысяч тонн, можно было бы перевезти быстрее, были бы прицепы. Но по такой дороге это нереально. Сколько часов вы ехали? Ну, вчера где-то к обеду выехали. На ваш взгляд, это вообще вариант, что можно заставить уголь по этой дороге? Ну, если более-менее сделать, то, конечно, можно с прицепами, если сделать. На предприятии уголь ждали. Уголь заключили с Капиндяйским угольным разрезом и возим оттуда. Вообще, сколько машин еще ожидаете на свое предприятие? Так, еще ожидаем. Ну, должны по плану вывозить 6 тысяч тонн. И вот, ага, возят. Разгрузившись и заправившись, машины двигались в обратный путь за новой партией. До Нового года сделали, машины ездят, уголь возят, сено возят. И люди ездят, родственникам, туда-сюда. На работы ездят, мирный льняк, на столах. Ну, так дорога важна. Вот, геологи ездят, газовики ездят по этой дороге. Эта дорога могла бы стать действительно дорогой жизни, которая обеспечивает прямой выход вилюйских улусов и не только напрямую на Лену, главную артерию республики. Думается, на тетах правительства, которые начнутся буквально в эти дни, вопрос о содержании дороги будет одним из постановочных вопросов двух улусов. Ольга Захарова, Элена Фастер, Радамир Сергеев, Сунтар, Алюкма. День гражданской авиации сегодня отмечают в России. В этот день, в 1923 году, в стране появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, а также почту и разного рода грузы. Тогда же и было создано Общество добровольного воздушного флота, получившее название «Добролет». В 1932 году в Советском Союзе утвердили специальный флаг гражданской авиации, ввели форменную одежду и знаки различия для персонала. В этом же году новая отрасль получила имя, известное и по сей день. Аэрофлот. В эти выходные ГИБДД Якутска проведет массовые проверки водителей. Мероприятия направлены на предотвращение ДТП с участием нетрезвых водителей, а также нарушение правил перевозки детей на территории города и его пригородов. Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД. Номера телефонов вы видите на своих экранах. В Хандыге в горно-геологическом техникуме готовят специалистов среднего звена для работы в горнодобывающей и геологической отрасли. Также ведется подготовка рабочих и по другим наиболее востребованным специальностям. Горно-геологический техникум в Хандыге открыт в 2011 году. И на сегодняшний день численность студентов составляет около 300 человек, которые обучают по 16 профессиям. Из них половина специалистов среднего звена, по три года обучения вторая половина – наиболее востребованные на сегодняшний день рабочие в профессии со сроком обучения один год. За время обучения со второго курса проходит производственную практику на предприятиях, с которыми мы имеем договора. И в плюс к этому мы обучаем по рабочим специальностям. Горно-геологический техникум имеет договор с крупными горно-рудными и горнодобывающими предприятиями республики, такими как Якутуголь, угольный разрез жабарики Хая, алмаза, анабара, золото, селегдара. И самое хорошее в нашем техникуме, если хорошо учишься, там находят тебе практику сами. Не ходишь, сам ищешь, а именно предоставляют тебе практику с зарплатой. И ты едешь туда работать и, как говорится, будущую профессию изучать. База горно-геологического техникума очень хорошо оснащена. Дается качественная практика, ориентированная обучение по востребованным специальностям и профессиям. Увеличивается прием студентов на базе девяти классов. В 2018 году он увеличится со 125 человек до 200 человек. С каждым годом на рынке труда республики будут востребованы специалисты среднего звена и рабочей специальности. Поэтому молодые выбирают учебу в горно-геологическом техникуме, где созданы все условия обучения и комфортного проживания студентов. Нина Ханарова, Андрей Сокор, Тампонский район. В Алдане проходит чтение имени Валерия Калмыкова, учителя математики, отдавшего детям полвека. Дни памяти педагога насыщенные. Они включают выставки, конференции и дружественные встречи. В Калмыковских чтениях 2018-го впервые приняли участие жители Мегинокангаловского района. Также в этом году чтение охватили педагогов и воспитанников детских садов. Очистить землю от мусора, вырастить экологические цветы, подобрать код к волшебному чемоданчику, в котором находится спасение планеты. Множество важнейших задач предстояло выполнить дошколятам. В детском саду «Снежинка» проходил экологический квест, собравший воспитанников детских садов Алдана, Лебединого и Ленинского. Предстоит пройти по разным станциям, научно-исследовательской лаборатории, поиграть в физкультурные игры, порешать математические задачи и много всего интересного. И отправить, спасти планету. Экологическим квестом, в котором знаниями и находчивостью померились воспитанники 11 детских садов, открылись чтения имени Валерия Ивановича Калмыкова, заслуженного педагога Якутии. Учитель математики отдал детям полвека. В 2018-м в чтениях впервые приняли участие педагоги и воспитанники детских садов. В его кабинете всегда были дети, то есть постоянно. Я не знаю, ну вот как-то, не заглянешь в кабинет, всегда его окружали ребята, всегда были какие-то вопросы. В 2018-м чтении имени Валерия Калмыкова были также приурочены к 50-летию дружбы Серпа и Молота двух районов промышленного Алданского и сельскохозяйственного Мегина-Кангаласского. В мероприятиях, посвященных памяти Алданского учителя, впервые приняли участие педагоги дошкольных образовательных учреждений Мегина-Кангаласского района. Воспитатели, дети очень дружелюбные и очень хорошие. Мы вчера ходили в два детского сада и там нам рассказали свой опыт работы, нам очень понравилось. Дни памяти учителя Валерия Ивановича Калмыкова в Алдане проходят раз в два года. Чтение включают выставки, конференции, творческие конкурсы, дружественные встречи и вечера воспоминаний. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алдан. А в Ленске продолжается неделя добра. Старт мероприятий был положен с очистки снега во дворах пенсионеров. Затем каждый день у волонтеров расписан. Они навестили постояльцев дома престарелых и воспитанников реабилитационного центра. Снега в этом году выпало довольно много. Подобраться к строениям ребятам удалось только прочищать дорожку впереди себя. Чтобы вычистить весь двор, волонтерам понадобилось два часа. Все это время бабушка из окна с интересной нуль дала за работой лучей. Надо сказать, что волонтерское движение постоянно помогает пожилым людям по хозяйству. Чистит от снега дворы, рубит дрова, ходит в магазин за продуктами. Мы помогаем пожилым бабушкам и дедушкам с уборкой снега во дворе, за ним. И когда уже совсем слишком много снега, мы сбрасываем с крыши. За каждый двор у нас выходит время примерно 2-3 часа. За сегодня запланировано еще один двор. Продолжая свои добрые мероприятия, волонтеры совместно с ребятишками из реабилитационного центра посетили дом престарелых. Для его постояльцев ребята организовали развлекательную программу, прочли им книги и поиграли в настольные игры. Волонтеры для постояльцев дома престарелых гости постоянны и ждут их они всегда с нетерпением. Детишки поговорят с старыми людьми, проведут настольные игры. В шашки, шахматы, лото. Им нравится всегда это. Детишки рады тоже. И старики очень рады, когда мы приходим, с ними разговариваем. Помимо этого дня, в честь недели добра, мы так приходим два раза в неделю, также разговариваем об разных темах со стариками и играем тоже в настольные игры. До конца недели волонтеры проведут еще несколько мероприятий. В субботу состоится школа волонтера. Подведенные итоги будут на площади Ленина в воскресенье. В этот день награда ждет лучшего волонтера. Завершится неделя еще одним добрым мероприятием с зимними забавами для всех линчан. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова